да он по моему здесь в принципе наверное под да я еще не спускался сюда и сразу тут не отходя отказ и начинается замес по идее где-то здесь этот король сейчас я побегали здесь по убиваю мелких крысенышей вот так как бить и этого короля буду скорее всего по той же тактике по которой бил там других а именно один раз ударил отбежал ударил отбежал сейчас главное всех здесь по убивать ну да ладно пока бегаем можно продолжить и так включение скобочках отношения содержит что же это такое сущность включения просто один класс содержит примитивный элемент данных или другой класс наследованию в литературе уделяют гораздо гораздо больше внимания на это объясняется его сложностью и подверженностью ошибкам а не тем что она лучше включение включение один из главных инструментов объектно-ориентированного программирования реализуйте с помощью включения отношения содержит включение можно рассматривать как отношения содержит например сотрудник может содержать информацию номер телефона и дидим идентификационный номер налогоплательщика и так далее это отношение можно реализовать сделав фамилию номер телефона и номер налогоплательщика данными членами класса employee о подождите вот вот точно в самом крайнем случае реализуйте отношение содержит при помощи закрытого наследования так сейчас сейчас по выманивать надо всех остальных чтобы они не толпой на меня напали о ого блин подлечиться есть мне чем у у меня нечем лечиться болен тогда идем на улицу как а ты откуда на улицу это по моему где-то сюда или сюда иногда включение не получается реализовать делая один объект членом другого некоторые эксперты советуют при этом выполнять закрытое наследование класса контейнера от класса который должен в нем содержаться главным мотивом такого решения является предоставление классу контейнеру доступа к зачищенным методом данным членом содержащего в нем класса на практике этот подход устанавливает слишком близкие отношения между дочерними и родительским классом нарушая инкапсуляции обычно это указывает на ошибки проектирование которое следует решить иначе не прибегая к закрытому наследованию так сохранимся так идем идем на остороженно относитесь классом содержащим более семи элементов данных членов при выполнении других заданий человек может удерживать памяти 7 плюс минус 2 дискретных элементов об этом сказал некий миллер в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году если класс содержит более семи элементов данных членов подумайте не разделить ли его на несколько менее крупных классов а это риел какой-то в тысяча девятьсот девяносто шестом году тоже подобное сказанул но принципе где-то с этим можно и согласиться даже ведь конечная задача это минимализм можете ориентироваться на верхнюю границу диапазона 7 плюс минус 2 если данные члены являются примитивными типами такими как целые числа и строки и на нижнюю если они являются сложными объектами так сейчас я этого как-то подпущу можно уже бить о так один удар и убегаем один удар и убегаем так идем дальше дальше у нас наследование наследование подразумевает что один класс является более специализированным вариантом другого класса цель наследования создать более простой коду что достигается путем определения базового класса идентифицирующего общие элементы двух или более производных классов общими элементами могут быть интерфейсы методов их реализация данные члены или типы данных наследование помогает избежать избегать повторения кода и данных нескольких местах на центре централизируя их в базовом классе планируя использовать наследование вы должны принять принять несколько решений будет ли конкретный метод член доступен производным классом будет ли он иметь реализацию по умолчанию можно ли будет переопределить его реализацию по умолчанию будут ли конкретные данные члены в том числе переменные именованные константы перечисления и так далее доступны производным классом так что-то немного тупо но надо еще подпустить вот так вот о реализуйте при помощи открытого наследие отношение является если программист решает создать новый класс путем наследования его от существующего класса он по сути говорит что новый класс является более специализированной версией существующего класса базовый класс формулирует ожидания и ограничения которым должен будет соответствовать производный класс если производный класс не собирается полностью поддерживать при точнее полностью придерживаться контракта определенного интерфейсом базового класса наследование выполнять не стоит попробуйте вместо этого применить включение или внести изменения на более высоком уровне иерархии наследования проектируйте и документируйте классы с учетом возможности наследования или запретите его наследование повышает сложность программы и в этом смысле она может быть опасным поэтому гуру программирования на джава джошуа блог сказал проектируйте и документируйте классы с учетом возможности наследования или запретите его если при проектировании класса с учетом возможности наследовать а блин нет если при проектировании класса вы решили что он не должен поддерживать наследование не объявляйте его члены как виртуал в случае си си плюс плюс или о в райдебэл в случае microsoft visual basic если вы программируете на джава объявите члены такого класса как файл соблюдайте принцип подстановки лисков что это такое сейчас расскажу барбара лисков как-то заявила что наследование стоит стоит использовать если производный класс действительно является более специализированной версией базового класса это назовела в 1988 году анти хант и дэйв томас формулировали лсп так клиенты должны иметь возможность использование не я под классом через интерфейс базового класса не замечая никаких различий иначе говоря все методы базового класса должны иметь в каждом производном классе то же значение так сейчас его подпущу когда шанс дохнет если у вас есть базовый класс аккаунт счет и производные классы checking аккаунт счет до востребования saving аккаунт депозитный счет авто loan аккаунт счет суду так подождите я убил 300 очков опыта кармы и еще 200 очков опыта то есть 300 за квест и 200 нормальный так сейчас и сохранюсь так вот есть у вас этот есть базовый класс аккаунт вот эти наследники то при вызове каких-то не было методов класс аккаунт в любом из его под типа программист не должен заботиться заботиться о под типе конкретного объекта счет при соблюдении принципа подстановки лисков наследование мощное средство снижение сложности позволяющие программисту сосредоточиться на общих атрибутах объекта не волнуясь о его деталях если же программист должен постоянно помнить о семантических различиях под классов наследование только повышает сложность так в нашем примере программисту пришлось бы думать если вызываю метод interest rate процентная ставка класса чекинг аккаунт или сэвинг аккаунт он возвращает процент который банк выплачивает клиент однако interest rate класса автолон аккаунт возвращает процент выплачиваемый клиент там банку поэтому я должен изменить знак результата соответствии с lsp в данном случае класс автолон аккаунт не должен быть производным от класса аккаунт потому что методы interest rate в этих классах имеют разные семантические значения поддерживаю на сто процентов но вот это вот рекомендации данном случае у нас но это от себя да я добавлю просто идет уже усложнение но сложнее не можно сказать логике потому что уже можно запутаться когда два два объекта двух классов но различных но имеющих общего наследника делают одно функция делает одно а у третьего она работает чуть чуть по другому то это уже уже будет носить путаницу и и что может привести к некачественному коду и программ и некачественным программам так я тут часто смотрю пытаюсь посмотреть нет ли у этого короля кота крыса никого ли он сюда не затянул по идее что нужно должно что валяться каши ты тут ничего не валяется ладно пойдем дальше подъем сколько у нас до следующего уровня еще немало но тут вон тут вон тут вон тут вон так я подойду по идее у меня есть о нормально так убедитесь что вы наследуетесь только то что хотите наследовать производный класс может наследовать интерфейсы методов членов их реализации или то и то и другое наследуемые методы могут относиться к одной из трех категорий абстрактный переопределяемый метод производный класс наследует интерфейс метода но не его реализации переопределяемый метод это производный класс наследует интерфейс метода и его реализацию по умолчанию а также может переопределить эту реализацию и не переопределяемый метод это производный класс наследует интерфейс метода и его реализацию по умолчанию переопределить которую он не может создавая новый класс при помощи наследование. Обдумайте тип наследования каждого метода члена. Не наследуйте реализацию только потому, что вы наследуете интерфейс. И не наследуйте интерфейс только для того, чтобы унаследовать реализацию. Если вам нужна реализация класса, но не его интерфейс, используйте включение, а не наследование. Не переопределяйте непереопределяемые методы члены. И C++ и Java позволяют программисту переопределить непереопределяемый метод член. Ну или что-то вроде этого. Если функция объявлена в базовом классе как Private, в производном классе можно создать функцию с тем же именем. Программист, изучающий код производного класса, может прийти к ложному выводу, что эта функция является полиморфной. Хотя на самом деле это не так. Просто у нее такое же имя. Иначе сформулировать это правило можно так. Не используйте имена непереопределяемых методов базового класса в производных классах. Да что, что я не успел вылезти, она уже нападает. Так, это что это такое? Это я куда-то поднялся. Тут получается этого короля крота-крыса. О! О! Куда-то лестница. Нормально. Убил. Но на этом еще не закончено. Да? Тут вон еще... Блин, а мне бы подлечиться что ли? А у меня нечем лечиться. Тут он крупная какая-то тварь лазит. Какие-то крысы эти. Бройлеры. Смотрите, как вы здоровенные. Ну-ну. Ай-яй-яй. Это было ошибкой. Тогда будем убегать. Да, это плохо. Плохо, плохо. Надо валить, короче. Я понял. Надо сейчас где-то подлечиться. Потому что... Потому что... Ну тут я спать точно не могу. А не могу. Значит я в этой локации убил всех. Хорошо, идем дальше. Перемещайте общие интерфейсы данных и формы поведения на как можно более высокий уровень иерархии наследования. Чем ближе интерфейсы данные и формы поведения корню дерева наследования, тем легче производным классам их использовать. Каждый... Какой уровень считать слишком высоким? Руководствуйтесь соображениями абстракции. Если вам кажется, что перемещение метода на более высокий уровень нарушит абстракцию соответствующего класса, не делайте этого. С подозрением относитесь к классам... Так, я сохранюсь. Классам объекты, которых создаются в единственном экземпляре. Использование единственного экземпляра класса может указывать на то, что вы спутали объекты с классами. Подумайте, можно ли просто создать объект вместо нового класса. Можно ли конкретный производный класс представить только данными, а не отдельным классом? Шаблон одиночка, ну или синглтон, примечательное исключение из этого правила. С подозрением относитесь к базовым классам, имеющим только один производный класс. Когда я вижу базовый класс, имеющий только один производный класс, то начинаю подозревать, что какой-то программист проектировал наперед. Пытался предвосхитить будущие потребности. Скорее всего, не понимая их в полной мере. Лучший способ подготовки к будущей работе, не проектировать дополнительные уровни базовых классов, которые когда-нибудь могут понадобиться, а написать максимально ясный, понятный и простой код. Это означает, что иерархию наследования не надо усложнять без крайней нужды. Так, одного завалили, ждем второго. Ждем второго. Дождались второго. Держи твари, на тебе еще, на тебе еще. Сдохни. О, нормальды, повезло. Так, 240 очков, зашибись. Ну, так. Во, уже вон, 2,700 данного уровня. Нормально. Так, по чуть-чуть. Можно всех и перебить. Эй, крысы. Эй. Жалко здесь нельзя, но нету такой способности, типа, знаете, бросить камень. Ну, типа, выманить или крикнуть. И крикнуть, что-то такое. Блин, надо было не идти, ладно. Что-то крикнуть обидное. Кто живет в подземелье, тот лох, например. И они сразу-таки согрелись бы и побежали. А так, получается... Да что ж такое. Раз. Два. Не, нормально он рукой валит. Ну, более-менее. Тем более, есть... Бонус то, что в начале боя... Ну, по крайней мере, когда я с этим дерусь, то я имею преимущество. Да, у меня, грубо говоря... Ну, в два раза больше очков действия. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да что... Ничего себе. На... На... Так, и что у нас тут? Лом. Лом и взрывчатка. Я понял. Ну, скорее всего, двери надо взрывать. Но я так и помню, что тут надо было взрывать. Хорошо. Давайте вот сюда. В первом фоллауте, кстати, там надо было еще вынимать из рюкзака. То есть, поставил взрывчатку, а потом еще с рюкзака вынимать. Тут она сразу вынимается, после того, как установили. Так, что это? Тут вроде ничего нету. О, взорвалась. А, не, ах ты, тварь. На... Раз. Два. О! Ремонтный бот. Блин, жалко у него ничего нету. Так, а что у меня? Легкое оружие и без оружия. Не, легкое оружие это... Это как раз от... А, холодное оружие. Я же лом подобрал, но... Наверное, лучше рукой все-таки бить. Так, ладно, идем дальше. И дальше, что у нас тут дальше? С подозрением относитесь к классам, которые переопределяют метод, оставляя его пустым. Как правило, это говорит о неудачном проектировании базового класса. Допустим, вы создали класс cat, включающий метод scratch, царапать, но после обнаружили, что некоторые коты лишены когти и не могут царапаться. Вы могли бы унаследовать от класса cat, класс scratch от cat, переопределив в нем метод scratch, так, чтобы он ничего не делал. Однако, этот подход связан с рядом проблем. Он нарушает абстракцию. Контракт интерфейса класса cat, изменяя семантику его интерфейса. То есть, в данном случае изменяется семантика какая. Метод царапать есть, но для определенных подклассов кот не царапается. При расширении на другие производные классы, этот подход быстро становится неуправляемым. Что будет, если вы найдете кота без хвоста, или кота, который не ловит мышей, или кота, который не пьет молоко? В итоге у вас могут появиться производные классы вроде scratchless, tailless, miceless, milkless cat. Код, написанный по этой методике, трудно сопровождать. Потому что со временем поведение производных классов начинает сильно отличаться от интерфейсов и форм поведения базовых классов. Так, что это такое до утра? Исправлять эту проблему следует не в базовом классе, а в первоначальном классе. Создайте класс close когти и включите его в класс cats. Корень наших бед это предположение, что все коты царапаются. Предложенный способ позволит устранить причину проблемы, а не бороться с ее следствиями. Так, и что получится? Создадим класс когти. И, 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 и. Но функция-то останется, царапаться, так? О, 200 очков опыта. О, а, да. Тут же во втором фоллауте можно ездить на машине. Ну, как? Так, визуально это не будет видно, но это будет видно, когда мы на пустоши по карте будем перемещаться. То есть это быстрее на машине, чем пешочком гулять. И, как я помню, там кому-то что-то нужно было принести, вот, по-моему, вот эту штуку, чтобы он отремонтировал машину. И тогда у меня будет машина. Вот, в принципе, я нашел уже сразу деталь, эту без взятия квеста. Это хорошо. Тогда пойдем дальше. Давайте еще, наверное, подремаю до выздоровления. Избегайте многоуровневых иерархий наследования. Объектно-ориентированное программирование поддерживает массу способов управления сложностью. Так, не, я сохраню сейчас, а потом продолжил. А что тут, есть ли тут быстрое сохранение? А, блин, вон, есть, F6. Сейчас. Ну, нажал F6, и что, она сохранилась? А F7 загрузка. Еще раз. Нет, что-то не работает. Сохраните игру, Ctrl-S. Или F4. А ну-ка. F4. А, F6. Вот я F6 нажимаю, и F7 ничего не происходит. F4 сохранить, F5... А-а-а. Это быстрое сохранение. Наверное, надо вот так вот. Потом, что? А, вот, F5. F5 это быстрое сохранение. Все нормально. Да, тут ошибка в справке. Быстрое сохранение, F5. А как загрузить? О, F8 это загрузить, а F9 это быстрая загрузка. Вот это, по-моему, да? Теперь, смотрите, F5 быстрое сохранение, а F9 быстрая загрузка. Так, а что оно не загружает? Блин, ну вот. Сохранение, сохранение. А F10? Не-не-не, не хочу. F9. А, все, F9. Смотрите, F5 я активировал это быстрое сохранение, грубо говоря. А, F9 теперь загружает, ну, то быстрое сохранение. Потому что в быстром сохранении быстрой загрузки может быть только одно имя, да, там какое-то. Нормально. Так гораздо проще и быстрее будет идти процесс. Итак, мы говорили о том, что нужно избегать многоуровневых иерархий наследований. И типа объектно-ориентированное программирование поддерживает массу способов управления сложностями. Но использование любого средства сопряжено с риском. И некоторые объектно-ориентированные подходы часто повышают сложность вместо того, чтобы снижать ее. Артур Риэль в прекрасной книге Object-Oriented Design Heuristic какой-то, короче, книга 96-го года, предлагает ограничивать иерархии наследования максимум шестью уровнями. Он обосновывает свой совет на магическом числе 7 плюс минус 2. Но мне кажется, это слишком оптимистично. Опыт подсказывает мне, что большинству людей трудно удержать в уме более двух или трех уровней наследования сразу. Магическое число 7 плюс минус 2 скорее характеризует максимально допустимое общее количество подклассов. Базового класса. Базового класса. Создание многоуровневых иерархий наследования значительно повышает число ошибок. Так, я тут еще побегаю, сейчас побью крыс. Тот, кто занимался отладкой сложной иерархии наследования, знает причину этого. Многоуровневые иерархии повышают сложность, что диаметрально противоположно цели наследованию. Помните про главный технический императив и убедитесь, что вы используете наследование, чтобы избежать дублирования кода и минимизировать его сложность. Так, сейчас, тут какие-то примеры, пару примеров. Ага, ага. Так, поставлю на паузу, сейчас я быстро гляну и подумаю, зачитывать его или нет. Да, зачитаю. Тут такой примерчик. Предпочитайте полиморфизм, а не крупномасштабную проверку типов. Наличие в коде большого числа блоков кейз может указывать на то, что программу лучше бы спроектировать, используя наследование. Хотя это верно не всегда. И вот здесь такой пример. Как раз этими кейзами, где следует использовать наследование, а где не следует. Ну и первый пример. У нас есть классический свитч. В этом свитче мы перебираем, берем у объекта член такой Type. А этот объект является у нас фигурой. Shape Type. И по этому Shape Type смотрим, какого она типа. Если это Shape Type круг, то рисуем круг. Иначе, следующий кейз, если это прямоугольник, то рисуем прямоугольник. В данном случае, конечно же, лучше сделать наследование. И методы drawCookle и drawSquare, ну то есть нарисовать круг и квадрат, следует заменить на единственный метод draw. А там в зависимости от того, какого типа наследник, то та фигура и рисуется. То есть в этом случае, да, нужно использовать наследование. Но, есть такой пример здесь, где наследование не поможет, потому что кейзы служат для разделения по-настоящему разных видов объектов или форм поведения. И примерчик, да, такой есть. Опять-таки, тот же свитч, в котором много кейзов. Но в этом свитче идет обработка команд. И такие команды, как openFile. То есть первый кейз, commandOpenFile. Если это так, то открываем файл. Дальше кейз, commandPrint. Печатаем. CommandSave. Сохраняем. CommandExit выходим и так далее. Соответственно, здесь, ну, как бы наследование не поможет. Здесь оно наоборот, надо еще постараться подумать, как бы здесь применить наследование. Потому что здесь просто абсолютно разное поведение. Так, отойди-ка. О, это я, получается, типа что-то могу передать или что? Так, ладно. Дал бы хоть что-то, блин. Я убил крысу. Он такой, говорит, ну, типа красавчик. Так, ладно. Ладно, пойду-ка я теперь еще сюда. Так, ну, вот в данном случае, здесь есть комментарий по поводу вот этих вот команд. В данном случае можно было бы создать базовый класс. И он наследовать от него ряд производных классов, выполняющих каждую команду при помощи полиморфного метода doCommand. Но в подобной простой ситуации это неуместно. Неуместно для метода doCommand было бы настолько туманным, то есть имя метода doCommand было бы настолько туманным, что почти утратило бы всякий смысл. Тогда как блоки кейс довольно информативны. На самом деле, да. Да, ну вот есть у нас, сейчас я с этим перетрухаю, мотор. О, попросил Браминова похоронять. Да, как два пальца. То есть, doCommand, видя в коде doCommand этот, вы бы на самом деле лезли бы и смотрели, что за doCommand, что оно делает в каждом, ну, в каждом случае и так далее, да. В SwitchCase вам сразу видно, что происходит, какие команды должны выполняться. Поэтому здесь, конечно же, наследование в этом примере бесполезно. Даже не то, что бесполезно, но даже лишнее оно добавит, добавит непонятностей. Так, идем далее. Делайте все данные закрытыми, а не защищенными. Как говорит Джошуа Блох, наследование нарушает инкапсуляцию. Выполняя я наследование от класса, вы получаете привилегированный доступ к его защищенным методам и данным. Если производному классу на самом деле нужен доступ к атрибутам базового класса, включите в базовый класс защищенные методы доступа. Так, и тут такой вопросик есть. Множественное наследование. Ну, что, всех убил, не? Не поняла, что это было такое. Ладно, F5, сохранимся. О, у меня уже рюкзак загружен, блин. Так, ладно, сбегаю-ка я к этому. Какой-то он дебильниковатый, походу. У него что-то проблемы с речью. Хотя, может, у него другой язык, и он на этом слабо говорит. Или радиации, или фиг его знает, в принципе. Может, он нормальный парень, но так бывает. Блин, у меня инвентарь забит, и ничего взять не могу. Так, ладно. Толку, что-то я сюда прибежал. Я, что-то, ничего взять, в принципе, не смогу, да? Ну, да. Ладно, побегу в город. Сейчас, может, кому-то что-то продам. Так, множественное наследование. Наверное, сюда. Наследование мощный и довольно опасный инструмент. В некотором смысле, наследование похоже на цепную пилу. При соблюдении мер предосторожности, оно может быть невероятно полезным. Но при неумелом обращении наследования могут оказаться... Последствия наследования могут оказаться очень и очень серьезными. Так, у нее торговать... Это как? Почему 0? Давай 40. Сбагрим, короче, ненужное. Все. Уменьшим вес. Готово. Если наследование цепная пила, то множественное наследование – это старинная цепная пила, пила с барахлящим мотором, не имеющая предохранителей и не поддерживающая автоматического отключения. Иногда такой инструмент может пригодиться, но большую часть времени его лучше хранить в гараже и под замком. Некоторые эксперты рекомендуют широкое применение множественного наследования. Но по опыту могу сказать, что оно полезно главным образом только при создании миксинов, то есть простых классов, позволяющих добавить ряд свойств в другой класс. Миксины называются так, потому что они позволяют подмешивать. Mix in. Свойства в производной классе. Миксинами могут быть классы вроде Displayable, Persistent, Serializable или Sortable. А миксины почти всегда являются абстрактными и не поддерживают создание экземпляров независимо от других объектов. Миксины требуют множественного наследования. Но пока все миксины по-настоящему независимы друг от друга, вы можете не бояться классической проблемы, связанной с ромбовидной схемой наследования. Кроме того, объединяя атрибуты, они делают проект системы понятнее. Программисту легче разобраться с объектом, использующим миксины Displayable и Persistent, а не 11 более конкретных методов, которые понадобились бы для реализации этих двух свойств в противном случае. Похоже, разработчики Java и Visual Basic понимали ценность миксинов, разрешим множественное наследование интерфейсов, но только единичное наследование классов. C++ поддерживается множественное наследование и интерфейсов, и реализаций. Используйте множественное наследование, только тщательно рассмотрев все альтернативные варианты и проанализировав влияние выбранного подхода на сложность и понятие системы. Так, поторгуем. О, у него уже и пистолет есть. И пистолет. Лом я, наверное, продам. Лом. Сапоги надо бы еще как-то одевать. Я помню, их надо было одевать, одевать. Когда ты шел куда-то, где разлито было там химические какие-то эти. Химия, короче, была налито. Все, весь пол зеленый. Вот тогда надо было, только как их надевать, я не помню. Ну, я думаю, разберемся. Так, сколько у меня баблишка? У меня баблишка... О, книжку надо прочитать. Так, 233. Сколько это стоит? Ёлки-палки, ребята. Двести... Четыреста тридцать три. О, 538. Что бы еще продать? Что это у нас? Самогон. Нафиг он не надо. 48. Блин. Да, с деньгами туговато, хоть у меня и прокачана эта способность. 88. Значит, 5 крышечек заберем. Броню бы, конечно, еще подкупить, но броня это 417. А это... О, это 1000. Блин, да. Так, а сколько патрончики? 150. А сколько пистолет? Пистолет нет. Так, ладно. Пока пусть будет так. Сколько общее 57? Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Так, попробую-ка. Может, у кого-то еще что-то взять? Так, давай бороться на руках. Тебе придется работать, ты будешь бороться на руках. блин ну давай мне удалось победить мне не нужно я но я хочу кое-что тебя спросить так ладно я тогда читать не буду я не люблю это все читать так но мы наверно пойдем дальше о нормально и надо пошли этот сейчас побегаю по по шарюсь по ящикам может что-то по нахожу да продам да еще ну как то как то ж надо крутиться на коляду и сколько тому же деньжата прикуплюсь и пистолет кстати вот это вот непонятно а блин понятно там же дверь она закрыта на так ладно почему правил наследований так много но об этом поговорим дальше так но мы обсуждали и и и и некоторые правила исходя из некоторых правил можно сделать вывод что наследование часто противоречит главному техническому императиву программ мирования а именно это управление сложностью ради управления сложностью относитесь к наследованию с подозрением вот как использовать наследование и включение если несколько классов имеют общие данные но не формы поведения создайте общий объект который можно было в который можно было бы включить точнее который можно было бы включить во все эти классы если несколько классов имеют общие формы поведения но не данные И делайте эти классы производными от их общего базового класса, определяющего общие методы. Если несколько классов имеют общие данные и формы поведения, сделайте эти классы производными от общего базового класса, определяющего общие данные и методы. Используйте наследование, если хотите, чтобы интерфейс определялся базовым классом И включение, если хотите, сами контролировать интерфейс Так, так, что-то я тут бегаю, бегаю, сбегаю я еще в бар опять Че у меня с опытом О, полторы тысячи данного уровня, нормально Так, с этой теткой я не говорил Смайли, на промесел куда-то ушел Хамы, хамы Да, я помогу Давайте я отмечу на карте, то место А, хорошо Хорошо, 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 я хочу кое-что купить С моей дочери Мэнды Наверное, вот это она А, наверное, да Говорит, помоги На этого траппера какого-то найти Ну, пойдем, что делать Это я все продам О, подождите, две фляжки Фляговика Фляговика Сапоги, наверное, одни я продам А они ничего не стоят Тогда не буду продавать Патроны Патроны надо будет купить Все равно у меня пистолета нет Так, так Да, только тут чуть-чуть А ну-ка 120, давай 33, забирай Предложите Вот я увидел тут эти мешочки Сейчас еще мешочки куплю И пойдем Этого Траппера Искать О Она говорит На карте Отметила Значит, нам надо выйти Так, F5 Быстрое сохранение И пойдем Пойдем Так Ну, а я пока дальше Иду, да О, вот она отметила Ядовитая пещера А, блин, там походу Сапоги надо одевать Ладно О, гек Так, тактика простая Бьем, бьем Так, у меня тут бонус Ударил И отбегаю Ударил И отбегаю Так, ладно Идем дальше Методы Члены И данные Члены Включайте в класс Как можно Меньше методов В одном исследовании Программ на C++ Было обнаружено Что большему числу методов В расчете на один класс Соответствует Больше число Изъянов Ой-ой-ой А ничего Все на меня Сагрились Ладно Дождемся Так, большему Соответствует Больше число Изъянов Однако Важнее оказались Другие Конкурирующие Факторы В том числе Многоуровневые Иерархии Наследования Большое число Методов Вызываемых Из классов И сильное сопряжение Между классами Разрабатывая Класс Стремитесь К оптимальному Соответствию Между этими Факторами И минимальным Числом Методов Блокируйте Неявно Сгенерированные Методы И операторы Которые Вам не нужны Иногда Некоторые Возможности Такие Как Создание Объекта Или Присваивание Целесообразно Блокировать Вам может Показаться Что сделать Это невозможно Потому что Компилятор Генерирует Эти операции Автоматически Однако Вы можете Запретить Их использование В клиентском Коде Объявим Конструктор Оператор Присваивания Или другой Метод Или оператор Как private То есть Скрытый Создание Закрытого Конструктора Стандартный Способ Определения Класса Одиночки Ну я думаю Вы об этом Знаете Минимизируйте Число Разных Методов Вызываемых Классом Одно Исследование Показало Что число Дефектов В коде Класса Статически Коррелирует С Общим Числом Методов Вызываемых Классом Тоже Исследование Показало Что число Дефектов В коде Класса Повышается И при Увеличении Числа Используемых В нем Классом Эти Концепции Иногда Называют Коэффициентом Разветвления По выходу Так Что то Он не вздыхает Он все Раненый Раненый А мне то Уже Плоховато Уже И подташнивает Блин Раненый Я понял Буду лечиться 32 И убегаем Так Избегайте Опосредственных Вызовов Методов Других Классов Непосредственные Связи Довольно Опасны Опосредственные Точнее Опосредованные Связи Такие как Аккаунт Контракт Персон Дейтайм Контракт Инфо Фоннамбер Опасны еще Больше Но это то что я только что зачитал Это Есть объект Аккаунт У него вызывается функция Контракт Персон Так Контакт Который возвращает Некий объект У этого объекта Сразу же вызывается Еще одна функция Там Дейтайм Контакт Инфо Который тоже возвращает Некий объект У которого Сразу же на ходу Тоже вызывается Функция Вот Это конечно же Такие вызови Очень и очень Нехорошие Ну о чем здесь Тоже пишется В связи с этим Ученые Сформулировали Правило Диметра Который Гласит Что Объект А Может вызывать Любые Из собственных Методов Если он Создает Объект Б Он может Вызывать Любые методы Объекта Б Но ему Не следует Вызывать Методы Объектов Возвращаемых Объектом Б В нашем Случае Это Значает Что Вызов Аккаунт Контакт Персон Приемлем Адонако Вызов Аккаунт Контакт Персон Далее Точечка Вызов Функции Другого Объекта Дэйтайм Контакт Инфо Следовало Бы Избежать Это Упрощенное Объяснение Это Это У нас Такое Упрощенное Объяснение Блин Да Ну Это Нереально Если Я Практически Все Потратил На То Чтобы Забить Вот Этого Геку А Он Нормально Валит Он При Смерти Да Это Я Скоро Буду При Смерти Да Блин Так Минимизируйте Сотрудничество Класса С Другими Классами Старайтесь Вести К Минимуму Все Следующие Показатели Число Число Видов Создаемых Объектов Число Непосредственно Вызываемых Методов Созданных Объектов Число Вызовов Методов Принадлежащих Объектам Возвращенным Другими Созданными Объектами Да Неужели Ммм Сто Девяносто Опыта И Че У нас Тут И У нас Тут Вот Какой А как Сапоги Надень Так Ладно На сегодня Тогда Все На сегодня Все Следующий Раз Продолжим Следующий Раз Там Будут Конструкторы Конструкторы Ну и так Далее Конструкторы И дальше Идем По Классам Разумные Причины Создания Классов Класса Которых Следует Избегать И так Далее Тому Подобно Спасибо За Внимание Так Так Сейчас Я Сохранюсь Еще По Нормальному Вот Так Всем Спасибо За Внимание Подписываемся Ставим Лайки Делимся Комментируем И Все Такое Всем Пока Субтитры Субтитры Субтитры